Четвертый этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Чебоксарах завершается. Сегодня ключи от квартир получили новоселы, домов по улице Магнитского и в микрорайоне Соленоя. Поздравляю новоселов, глава ЧУАШ и Михаил Игнатьев напомнил. Это одна из самых масштабных программ в сфере строительства в России. В 2013 году мы начали переселять граждан из аварийного жилищного фонда, не аварийный жилищный фон. И пошагово, поэтапно, ежегодно сотни семей у нас переселялись. Мы получали федеральные средства, с регионального бюджета средства выделяли, муниципальные образования подготавливали, соответственно, земельные участки, соответствующие коммуникации. И в целом, если взять стоимость этой программы, в течение 5 лет это около 5 миллиардов рублей. В доме по улице Магнитского новые квартиры получили около 200 семей. Супругам Зайцевым повезло. Ключи им вручили в числе первых. Квартира полностью готова к заселению. Свет, отопление и вода подведены, обои поклеены. Ничего открывается? Приверяли? Не проверяли. Открывается? Открывается. Сказать, что рады, значит ничего не сказать, признаются новоселы. По сравнению со старым жильем, это двухкомнатная квартира-хоромы. Воды не было, туалета нет, на улице было все. Воду выливать тоже на улице, воду таскать надо, выливать. Ну все на улице. Всего в Щебоксарах в рамках четвертого этапа программы сносятся 112 ветхих и аварийных бараков, в которых жили 984 семьи. Для них построено 5 домов. К новоселью готовится и в микрорайоне Соленое. Получив ключи от квартиры номер 13 13 октября, хозяйка решила, что отныне это будет ее счастливое число. Именно о такой квартире она и мечтала. Есть и пожилые люди в семье, мама пожилая, чтобы этаж невысокий был. То есть все угадали, абсолютно все угадали. Удачно, все удачно. Спасибо огромное всем, администрации, главе республики. Всем, всем огромное спасибо за такую программу. Столичные власти заверяют, со временем Соленое превратится в комфортный микрорайон. Это новый микрорайон. И здесь застраиваются еще два новых микрорайона, которые будут предусматривать около 400 тысяч квадратных метров жилья. Здесь будет стоять много домов, здесь будут торговые центры, здесь планируется строительство детского сада, а в перспективе возможно строительство школы. Республиканские же власти обещают, граждан из ветхого и аварийного жилья будут переселять и впредь. На смену этой программе придут другие проекты. Планируем реализовывать уже новую программу по аварийному жилью. В каком виде она, скажем так, будет реализована, мы узнаем уже в течение 2018 года. Эти меры будут разрабатываться. Но могу сказать одно, самое важное направление, здесь будет принцип, скажем так, социальный. Очень важно это учесть. То есть в зависимости от нуждаемости непосредственно самих жителей и граждан. В целом, на сегодняшний день в республике порядка 300 домов находятся в данном реестре. В понедельник в администрации Калининского района получат ключи остальные переселенцы. Оформление документов практически завершено. Елена Гальпеина, Игорь Зверев, Республика.